МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они бывают самых разных цветов. Белый, желтый, полосатый, фиолетовый и практически черный. А еще этот низкокалорийный продукт быстро насыщает организм и в то же время позволяет не набирать вес. О каком овоще идет речь, узнаете от моей коллеги Марины Черных. Сегодня утром я захотела такого, но знаете, такого, и я пошла на старый базар. А по пути поняла, хочу я холодца. Но по определенным причинам и данным самой себе обещаниям прицениваться буду к баклажанам. Демьянки, Пакистан, Бадаржан, Подлежан, Баглажан, Абержан. Все это он, баклажан. Один из самых популярных в мире овощей. На Дону баклажаны многие просто называют синенькими. Хотя почему синенькие? Баклажаны бывают и беленькие, и полосатые, и даже желтые. Выведенные голландскими селекционерами золотые яйца богаты каротином и не имеют горького привкуса. А в целом по вкусу похожи на другие сорта. Есть еще белые, как их называют англичане, пасхальные яйца. Названные так по цвету и форме. Их вкус, уверяет интернет, напоминает шампиньоны. А горечи нет. На рынке сейчас такие не найдешь. Ни сезон. Зато обычных, синеньких, в достатке. Откуда у вас баклажаны? Ну сейчас в зимнее время их везут с Испании, с Турции. А местных нет вообще никаких? Ну нет, были тепличные, белые, тигровые, но на данный момент их нет. В основном Турция, но они ничем не хуже. Очень вкусные, без семечек, без горечи, одна мякость. На Востоке за их свойства баклажаны зовут овощами долголетия. А в итальянском Палермо в самый разгар лета устраивают целую баклажаниаду. Съезжаются лучшие из лучших мастеров кулинарии и готовят из баклажанов невероятные гастрономические шедевры. А среди самых известных блюд – икра заморская баклажанная, греческая мусака и турецкий имам баялды, что переводится как «упавший в обморок имам». Вот это вкусовой шок, можно представить. А у нас из баклажана все чаще готовят рулетики. Вот так вот разрезаете пополам. Я кожуру счищаю. Я ее вообще не люблю. Но в этих горечи нету, их не надо ни солить, ни вымачивать, ничего. Просто сразу лосиночками нарезали, посолили, обжарили. И какую начинку любите? Кто сыр, кто орешки добавляет, кто зелень, кто помидорчик. И вот так вот сворачиваем. Сейчас это удовольствие, конечно, не из дешевых. 250 рублей за килограмм. Хотя нашли мы и за 70, но качество соответствующее. И все-таки Новый год – праздник особенный. Так что, если уж захотел чего-то баклажанного, экономить нечего. Борьба за авторство и национальность этого продукта идет между Арменией и Грузией. Хотя репутация у него не самая безупречная. Столько страшилок и анекдотов мало кто собрал. Мы попытаемся разобраться в особенностях выбора самой вкусной и обязательно безопасной чурчхелы. Грецкие орехи, миндаль, фундук, ядра абрикоса и персика – начинка этого лакомства. Матовый цвет и крупица кукурузной муки – отличительный знак настоящей грузинской чурчхелы. Такая мука продлевает срок хранения на год. Правда, продукт может высыхать и покрываться белым налетом, как сушеная хурма. В России молодежь не понимает ее, поэтому приходится добавлять туда пшеничную муку, чтобы не терять товарный вид. В России любят чурчхелу помягче, но хранится сладость заменителем кукурузной муки меньше – несколько месяцев. Просто нанизывайте орешки на ниточку, оно висит, сохнет. Далее варите сок, но нужно очень долго варить сок, постоянно перемешивая и обливать в 2-3 слоя. Соответственно, периодически оно сохнет. И вот такая красота получается. Чем красивее, тем свежее. По такому принципу можно выбирать эту сладость. Когда товарный вид реально красивый, то и о свежести оно многое говорит. Она вся свежая, за исключением этой чурчхелы. Она просто у меня сушилась где-то около месяца. То есть кто любит посушить. И, соответственно, уже потрескалась. Но есть ее можно и полезные свойства на месте. А поспорить этой грузинской чурчхеле с армянской не удалось. В этот поход мы такой на рынке не нашли, чем очень порадовали грузин. Я просто хочу направить мои слова к сторону армянам, что чурчхела – это наш. Все. Что, кстати, подтверждает патент, который 9 лет назад получило правительство Грузии. Но спорить, в общем-то, не о чем. У сладостей только внешнее сходство, а вкус разный. Армяне приправляют чурчхелу пряностями – корицей, гвоздикой, кардамоном. А у грузинской более чистый вкус. Питательная с ореховой начинкой чурчхелы выручала пастухов в долгом походе. А в наше время ее принято есть после сытных блюд с бокалом хорошего сухого вина. На нашем старом базаре мы можем вас угостить коронатом с свежим вижетным соком. Вот так. Тоже хорошая замена. Здоровья, счастья, свежие фрукты, свежие овощи. Приходите к нам. Курс чурчхелы на старом базаре колеблется от 40 до 100 рублей за штуку. Если вы закупились впрок, хранить ее лучше в хорошо проветриваемом помещении, завернув марлю или в холодильнике. Этот фрукт попал в опалу российской императрицы. Елизавета Петровна не переносила яблоки и другим не давала. В немилость можно было попасть от одного запаха. Конечно, дочь Петра Великого не была чистокровной славянкой. И все-таки должна была знать, для древних славян яблоко было символом плодородия, семьи и красоты. Кто знает, может именно поэтому Елизавета никогда не состояла в официальном браке и не оставила преемника. Эти яблоки соседские. Не из-за забора, конечно, из Краснодарского края. А вот к заграничному фрукту продавец Елена Лаклаян относится с недоверием. Импортные яблоки эти, они не сохраняются хорошо. А мы-то думали, что как будто покрытые воском иностранцы могут лежать вечно. Но нет, наши могут храниться не одну неделю, как новенькие. Только держать их нужно в прохладном месте, не в целлофане. Яблоки – важный ингредиент армянских блюд. Ну, пироги делаем из яблоки. Яблоки тушим мы, с рысом готовим. Ну, разные там блюда можно придумывать. Опытный покупатель к выбору строг. Тут и видны преимущества рынка. Яблоки можно перебирать, снимая сладка самые лучшие. Ну, смотреть, чтобы оно было свежее, не вялое, чтобы пятен не было. Они могут падать, биться. Ну, вот смотрите, целые были. Галина Шиф признается – для здоровья съедает по два яблока в день. Железо для крови хорошо, ну и для желудка хорошо, для желудочно-кишечного тракта. Все нормально, клетчатка. А еще яблоки улучшают память, доказывают подопытные мыши. Те из них, кто сидели на яблочной диете, проходили лабиринт гораздо лучше тех, у кого в меню яблок не было. Выбор на рынке шире по ассортименту и по цене. За сочные яблоки просят от 50 рублей за килограмм. Яблоки хорошие, вкусные. И цена здесь нормальная. 67-65 там. Нормальная цена. А еще этот фрукт – один из главных героев искусства и мифологии. Его обвиняли в грехопадении, наделяли молодильными, экстрасенсорными свойствами, даже властью. Державное яблоко. А еще у славян это символ любви и брака. И вручали его как приглашение на свадьбу. За это лакомство можно поплатиться здоровьем, если, конечно, его крадешь. Пчелы тут не пожалеют ни Винни-Пуха, ни реального медведя, ни даже пасечника. Пчеле нужно налетать 50 тысяч километров, чтобы собрать килограмм меда. А полезные качества этого лечебного продукта потеряются в очень горячем напитке. Как выбрать самый ценный сорт меда, узнаем на Старом базаре. Могут до тысячи штук в день кусать. Все равно это каждый раз больно. Очень больно. Причем пчелка, которая укусила, она погибает. А все потому, что пчелы к пасечнику никакой любви не испытывают. Он для них такой же вор, как и все остальные – медведи или даже мыши. Человек забирает 70% пчелиного труда, о котором Инна Сикорская знает многое. Ведь сама помогает мужу на пасеке. Их пчелы путешествуют от Адыгеи до Воронежской области. Я всегда тут покупаю очень вкусный мед. И всегда, когда выходная, прихожу сюда. Мед повышает иммунитет и продлевает жизнь. Так, по крайней мере, считал Гиппократ. Ему, конечно, можно не верить. Но прожил он 90 лет, что по тем временам – чудо. Самый древний такой старый рецепт от кашля, еще наши бабушки делали, и я так детей своих лечила, – это редька с медом. Самый старый – лук с медом. Самый лучший рецепт от кашля. Мед давно нашел применение в косметологии. А затвердеть может так, что не разобьешь, как и этот пчелиный воск. Да, он очень твердый. Вот его, например, вот так вот разбить невозможно. Он только отколоться может. Из него делают свечи, изготавливают, масочки делают, эпиляцию делают девочке. Полезно все, что есть в улье. Даже переработанная пыльца – перга. В основе самого древнего антибиотика тоже мед. Но перед употреблением прополис надо настоять. Его тоже настаивают на спирту, на сливочном масле, потом применяют. Он лечит все болезни противовоспалительные. То есть убивают все вирусы, все бактерии, микробы. Вот у кого язва, бронхит, кашель очень сильный. Вот такой тоже очень ценный продукт. Есть можно и соты, в основном ради удовольствия. Но можно и когда болит горло. Мед очень стабилен в цене и может подняться немного только весной или в неурожайный год из-за дефицита. Хотя полезен любой мед. И дорогой, и дешевый. На старом базаре цены стартуют от 250 рублей и взлетают до 1000. Если еще кто-то не придумал, что подарить родным и близким на Новый год, подарите им баночку меда. Это отличный подарок, здоровье, вкусно и красиво. Из этого продукта в древности делали пуговицы. Прессованный творог по твердости можно приравнять к пластмассе. А за лучшие показатели белка среди всех молочных продуктов он получил звание «белое золото». Но полезные свойства хранит только творог, не побывавший в морозилке. Что ж, пройдемся по творожным рядам старого базара. У меня за прилавком только натуральная продукция. У меня все покупатели вип-клиенты. Спасибо им большое. Молочные продукты на этом прилавке из Мясниковского района. Манушах от Ламаджиян продает на этом месте творог из сыры собственного производства вот уже 34 года. Говорит, ростовчане любят творожок пожирнее по старинным бабушкиным рецептам. Это у нас обычный жирный творог, неперегонный. Доим корову с парного молочка, ставим в духовочку, молоко закипает, сворачивается и становится жирным творогом. Это рецепт наших бабушек. А вы сами делаете? Да, это я сама делаю. Я это никому не доверяю. А вот рестораны закупают обезжиренный и не только из экономии. Он лучше подойдет для сырников и запеканок. Это у нас перегонный творог, просепарированный. Через сепаратор пускаем, творог обратно отдельно, сметану отдельно. Оставляем на суточке, оно сворачивается. Заливаем, делаем обезжиренный творог. Чтобы получить 5 килограммов творога, нужно 40 литров молока. Качество этого продукта зависит от того, что едят коровы. Зимой их лучше кормить люцерной. Хозяина, который экономит на питании рогатых, можно определить по кислому вкусу творога. А вот еще один старинный рецепт, который поможет сохранить всю молочную пользу. Доишь корову сразу в чугунную кастрюлю и в духовочку. Молоко томится часа два, потом сворачивается. Это с цельного молока творог называется. Елена Срабианян тоже привозит на старый базар свою продукцию. И так уверена в ней, что готова всем подсказать, как выбрать качественный продукт. Его можно спокойно проверить, капнув на нее йода. И если творог домашний, он не красится. Если творог не настоящий, то есть он с добавками, он красится. Сразу превращается в фиолетовый цвет. Либо творог, он дает какую-то реакцию. Ну а если йода с собой нет, пробуйте на вкус. Творог настоящий, он не остается в полости рта. То есть вот вы его попробовали, вы его проглотили и вы его не почувствовали. То есть а не настоящий, где есть растительный жир, он остается на небе. Хранить творог лучше в холодильнике, но не в морозилке. Хотя домашний продукт долго не пролежит. Максимум пять дней. И только в стеклянной или эмалированной посуде. Цена домашнего стартует от 200 рублей за килограмм и повышается не сильно. Зимой творог всегда дорожает. Просто потому, что дороже кормить корову. С наступающим Новым годом! Здоровья вам! Кушайте с удовольствием! Спасибо! Я вас покупаю! Наша программа подошла к концу. Интересуйтесь рыночной, в прямом смысле экономикой и оставайтесь с нами. Дальше будет интереснее. До встречи через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok